Относить к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Этому золотому правилу всегда следует Наталья Махалина. Она работает кондуктором 17 лет, и ежедневно любовь к этой профессии только крепнет. Некоторые пассажиры уже почти как родные. Очень много друзей, очень много пассажир, которые уважают нас. И только хорошее слышишь от них. Ну, бывает ситуация, ну, что делать, жизнь такая. А так, всё хорошо. На автотранспортном предприятии Самары, которое выполняет автобусные рейсы по муниципальному заказу, отметили лучших сотрудников, обеспечивающих работу муниципальных маршрутов. Акцию приурочили к профессиональному празднику – Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отметили в этом году 29 октября. Необходимость развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов остаются в числе основных задач и сейчас. Сегодня мы награждали и водителей, и кондукторов, и работников, которые обслуживают транспортные средства, слесаря, и выпускающие там подразделения, те, которые непосредственно отправляют машины в рейс, и работников предприятия, которые там совместно с Самара Автогазом занимаются, в том числе, обеспечением перевозочного процесса. Это транспортная карта. Очень хочется, чтобы люди видели заботу. Я считаю, что это крайне-крайне важно. Грамотами и благодарственными письмами регионального правительства и администрации Самары отметили более 30 человек. Все они ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, преданность профессии, заботятся о безаварийных поездках и комфорте пассажиров. Народ воодушевлен. Я знаю, как лидер профсоюза, они приходят, ждут этого праздника. Начальство их отмечает, то, что видно их общественную работу, то, что они как наставники молодых привлекают. Главная задача профсоюза – всесторонняя поддержка сотрудников. Для них организовывают спортивные мероприятия, концерты, предлагают билеты в кино или театр. Для коллектива это стимулы, которые помогают развиваться и качественно выполнять свою работу. Также на предприятии заботятся о достойных условиях труда, предоставлении социального пакета, дополнительной поддержке молодых специалистов, пополнении и сохранении штата. В городском Дептрансе отмечают, что от стабильной организации транспортного сообщения многое зависит. В этом году на маршруты вышли 50 новых автобусов. Планы по обновлению подвижного состава есть и на будущий год. Организация перевозок общественным транспортом остается на непрерывном контроле мэрии Самары и дирекции профильных предприятий. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Молодцы! Поздравляем! Продолжение следует...